Девушки отдыхают Гостинцы Много лет тому назад с неба стали сыпться гостинцы И это было хорошо, потому что кругом шла война В конце дня, когда заходило солнце, в небе появились самолеты, а потом парашюты Жители округи стекались в центр города, куда падало большинство гостинцев, чтобы полакомиться ими Но было и другое место вдалеке от города, где несколько самолетов по каким-то причинам тоже сбрасывали груз Возможно, они знали, что не все внизу могли добраться до города или не могли сделать это быстро А может быть, сами пилоты жили там и в таких местах, как это Поэтому и кидали туда гостинцы А возможно, как думал Джеймс, они делали это, чтобы побыстрее избавиться от груза Их груз был скоропортившимся, и они должны были сбросить его быстрее Свежие продукты оставались свежими очень недолгое время Но это была еда И я, и Джеймс ходили туда, в то место, что был недалеко от наших жилищ И каждую субботу, без исключений, мы ждали там на поляне самолеты и парашюты Мы приходили не только за едой, но еще и за цветными парашютами Война не затронывает места напрямую Но домашний животин тут не осталось, как и консервов Взять их больше был негде Все большие города лежали в руинах О, у нас были овощи, но мяса не было и в помине Вот за что мы любили те самолеты Они сбрасывали нам мясо, а из парашютов мы шили себе рубашки и даже штаны Мягкая, но очень прочная ткань Жизнь не казалась малиной даже и близко Но кое-как жить был все-таки можно Когда еще не было тех самолетов и их гостинцев Мы балансировали на грани смерти А в городах расцветало насилие И наш городок не был исключением Но теперь жизнь стала лучше Мы шли и собирали мясо Знаешь, что это надо сделать быстро Чтобы потом успеть его еще и приготовить Потому что оно не было запалено в банке или в вакуумную пленку Оно было свежее, еще дымящееся Порою оно падало не на ковер из хвойных иголок А в грязь Прямо с поля боя горячее, разорванное вплоть погибших солдат Порой на их руках и ногах Пошел своего двоюродного брата Большая войну, которая избавит мир от всех войн Она длилась уже сорок лет И могу сказать, что некий прогресс таки был Вот что имело значение Это не мясо Выживание Хороший и веселый, обнадеживающий рассказ В наше неспокойное время Текст читал дедушка Фуба Перевод Павла Павлова Аранжировщик Крокодил С днем дураков Текст читал дедушка Фуба Текст читал дедушка Фуба Текст читал дедушка Фуба Текст читал дедушка Фуба Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...